Привет, дорогие друзья! Мы говорим сегодня о пранаяме, и я рад обращаюсь всем тем, кто вот со мной, там несколько, может быть, сотни человек, которые вот дошли, значит, до момента, когда вот нужно было понять, вот что такое хатка-йога, потому что объяснять это очень долго, это все постоянно бесконечные заболты, бесконечный разговор о том, что хатка там означает луну, что-то, это все чепуха, ребята. Вы на самом деле, я так понимаю, поняли, те, кто занимается, те поняли, о чем идет речь. Вот, для тех, кто не понял, и для вас же, ребята, я еще раз повторю, почему и объясню, почему очень важно выполнять максимальные физические нагрузки в своем теле, а хатка-йога, это выполнение максимально физических, максимально таких напряженных асан, или вообще других упражнений в своем теле, именно в период тогда, когда у тебя в легких нет воздуха. А это значит, у тебя не только нет в легких воздуха, у тебя еще в легких нет крови, что очень и очень важно. Посмотри на вот эту фотографию, которую я тебе уже показывал еще раз. Еще раз я тебе напомню, что твои легкие, дружище, это такая губка очень большая. И каждый раз, как ты делаешь большой вдох, ты не просто запускаешь воздух внутрь своих легких, а когда делаешь выдох, ты выпускаешь воздух из легких. В это время, посмотри на фотографию, когда ты делаешь большой вдох, ты распахиваешь эту губку, создаешь там отрицательное давление. Твоя диафрагма работает как поршень, подсасывая в легкие кровь венозную. То есть, если ты возьмешь губку и бросишь ее в кастрюлю с водой, куда вода будет поступать? В губку. Правильно. И каждый раз, когда ты делаешь выдох, ты сжимаешь когда губку, вода из губки, что делает? Выдавливается. То же самое, ребята, происходит с вашей кровью в легких. Когда вы делаете большой вдох, кровь поступает в легких. Когда делаете большой-большой выдох, вы выдавливаете кровь из легких. Также, ребята, вы должны помнить еще описанные праны, которые находятся в теле человека. Все постоянно эти бесконечные разговоры, что такое удан прана, вьян прана, самада прана, апана прана. Все эти бесконечные болтатели, болтатели, в общем, их можно слушать и слушать. Прямо слушаем. Но все, что вы должны помнить, это у нас существуют полости в теле. У нас есть полость черепа. У нас есть полость, в которой находится медиастинум. Полость, в которой находится перикард. И полости, в которых находится моя легкая, такая грудная полость. И полость моего живота, абдоминальная полость. И для тех людей, у которых есть такой сальник, вот здесь вот он висит, он еще отделяет живот от малого таза. И таким образом мы можем сказать, что в нашем теле существуют полости, 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 полости. Которые, как пример, полость перикардиума, она полностью отделена от всех остальных полостей. Но, что удивительно, ребята, в каждой из этих полостей находится воздух. Как он туда поступает в процессе эмбрионального развития, или потом в процессе уже развития человека, мы не знаем. Но мы можем определенно сказать одно. Если у нас существует полость, в которой находится воздух, к примеру, вот она там, полость, в которой находится воздух, мы уже имеем возможность, сжимая эту полость, или сжимая другие полости, которые находятся рядом, как воздушные шарики, влиять на одну полость или на другую, увеличивать давление в одной или в другой, увеличивать давление в другой и в одной. И в хатке-йоге, допустим, прадипике, и в любых хатко-йоговских описаны именно две полости, которые называются грудная и абдоминальная полость. Это те самые вот два горшка, которые открываются. Один горшок или грудная полость открывается вот сюда, а абдоминальная полость открывается вот туда. Вот именно поэтому вы должны открываться в том месте, где как раз и находится у вас мулабан. И вот это вот, пожалуйста, знание, ребята, о том, что каждый раз, когда вы, допустим, сжимая мышцы живота, сжимая мышцы живота, создаете повышенное давление, и ваш вот этот вот как бы воздушный шарик, вот этот вот, который называется абдоминальная полость, оно начинает двигать вверх грудную полость, такую диафрагму наверх поднимать, понимаете, как поршень. То есть каждый раз, когда вы тужитесь, вы на самом деле поднимаете диафрагму вверх и поршнем диафрагмальным выталкиваете кровь из легких вот сюда вот вверх, в район головы. Поняли, да? А теперь давайте еще раз мы посмотрим, ребята, какое замечательное и сильное украснабжение имеет наш череп. Посмотрите, да? Это только вот наружу, там в глубине находится огромное-огромное количество сосудов, да? То есть каждый раз, когда вы тужитесь, кровь поступает в район черепа, поступает вот сюда, вот сюда, здесь, в этом районе, вот здесь вот, в районе шеи и в районе головы повышается давление, повышается давление во всех артериях, которые являются и наружной, и внутричерепные. Смотрите, ребята, давайте вместе с вами мы посмотрим вот этот вот ад, который происходит у паверлифтеров, когда они поднимают вес. Вот сейчас давайте я поставил на паузу и, пожалуйста, посмотрите, что происходит с человеком, который поднимает вот вес. Он работает не только своими мышцами, там, ног, ягодиц. В этот период времени, для того, чтобы сохранить и не сломать позвоночник, да, он напрягает мышцы живота. И в этот период времени воздух внутри живота, он как поршнем толкает легкие вверх, и кровь начинает приливать к лицу. Вот посмотрите, что делает этот паверлифтер, да, очень известный, дай бог ему здоровья, вот. Он поднимает штангу во время вдоха, он делает, может быть, не сильный полный вдох, но он поднимает штангу, делая так, да. Вот теперь посмотрите, к чему это приводит, когда ты поднимаешь вес с кровью в легких. Посмотрите, присмотритесь. Вот, предупреждаю, ребята, если кто-то чувствителен к крови, увидели, да, то есть у человека идет кровь из носа, из носа идет кровь. И, слава богу, это только идет из носа. Дружище, здоровья тебе, пожалуйста, и пусть у тебя кровь идет только из носа, потому что в таком случае, в некоторых случаях, паверлифтеры, когда поднимают вес, у них может происходить кровоизлияние. Именно поэтому хатка-йога говорит о том, что приходите в хатку-йогу, и занимайтесь хаткой-йогой все, и больные, и старые, и молодые. Да, вот еще одно видео, ребята, я хочу вам показать, просто адское совершенно видео, в котором тоже происходит паверлифтер. Люди делают глубокий вдох и пытаются поднять. Понимаете, конечно же, давление в животе повышается, и кровь приливает к черепу, да. И посмотрите, что происходит с вот этим вот молодым человеком, который там занимается паверлифтингом. Посмотрите, что происходит. У него просто глаза, извините меня, лопнули сосуды в глаз, наружные сосуды. У него кровь вот сейчас прямо идет из глазич вообще, понимаешь? Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, ребята, каждый раз, когда вы выполняете, конечно, если вы выполняете вот эту стоячую йогу, вот эту вот с растяжками, в любом виде занимайтесь там ничего, но когда выполняете хатковскую йогу, когда выполняете максимально физические напряги вообще своих мышц, потом и позже я вас научу, как выполнять настоящие асаны, когда не только там несколько групп мышц, там две-три мышца работают, когда работает там огромное количество, там половину тела твоего работает мышц, понимаешь? Тогда вам станет понятно, что в период выполнения асаны, в период шульяки, голове не приливает кровь. И это очень и очень важно понимать. Вот еще одну фотографию я нашел, хочу вам показать. Это из моей личной коллекции. Я хочу вам показать, это магнито-резонансные фотографии, магнито-резонансного томографа или ядерно-магнитный резонанс, я уже не знаю, как по-русски говорить, МРТ. Это фотографии меня, потому что это фотографии из Афганистана, нам там было нечем заниматься одно время, и мы себя фотографировали, что происходит с моим телом во время большого вдоха и выдоха. Вот это вот, смотрите, фотография слева, это фотография, когда я делаю очень-очень большой вдох. Смотрите, как у меня здесь распахнуты легкие, вот это черное, это воздух, вот это вот у меня печень, вот это вот селезенка, а это у меня выдох, когда у меня в легких очень-очень мало крови. Посмотрите, да, происходит, как у меня сжимаются эти, и получается, что я говорю, как бы вот просто, как будто бы массирую, значит, каждый раз, когда я делаю большой вдох и выдох во время шуньяки, вдох и выдох, я как бы массирую все свои внутренние органы. Если вы потом посмотрите, ребята, сделайте на паузу и посмотрите, вот здесь вот миллиметраж в вот это вот подвздошное, нет, нет, это аорта, такая, и вот здесь вот, то вы увидите, там на несколько миллиметров идет либо увеличение, либо уменьшение диаметра аорты в этот период времени. То есть я мало того, что еще массирую там свои внутренние органы, я еще постепенно-постепенно начинаю эластичность поддерживать своих сосудов. Все, ребят, давайте заканчивать уже это дело. В общем, еще раз, почему очень важно, да, вы помните, любой человек, который занимался паверлифтингом, помнит, как вот эти вот вены там напрягаются, вываливаются шея, вываливаются глаза, как вены там вообще там становятся напряженные, вот причина очень простая. Вот она, ребят, я тут даже там фотографию вам поставил, помните, вспомнить все вот этого лица, в общем. Смотреть на людей, которые занимаются паверлифтом, бодибилдером, очень тяжело. Ребят, очень простая штука, каждый раз, когда вы выполняете любые физические упражнения, вы автоматически сокращаете мышцы живота. В животе находится легкий воздух, вот, и в этот период времени, когда вы сокращаете, выполняете любые физические напряжения, воздух в полости абдоминальный, как шарик, вверх давит и вниз. Так вот, вниз, когда он давит, у вас формируется геморрой, а вверх, когда давит, у вас кровь выдавливается вот сюда, вот в области головы. Поэтому, очень-очень важно выполнять физические упражнения с двумя условиями. Первое условие, вы выполняете мулабанху, постоянно вы держите мулабанху, для того, чтобы у вас не было геморроя. И второе важное условие, вы всегда выполняете физические упражнения, особенно хатко-йоговскую, тогда, когда у вас нет легких воздуха. Вот, кстати, хатко-йог прадипика 1.66. Любой может практиковать йогу и достичь успеха. То ли это молодой, то ли старый, больной, инвалид или кто угодно. Ребят, пожалуйста. Все, давайте, мы дальше будем заниматься. Сейчас, я надеюсь, вы поняли, почему мы выполняем физические упражнения в период задержки дыхания именно шумяки. Вот. И все, кто это понял, я поздравляю, ребята, теперь у вас впереди большое будущее. Мы сейчас, пока я вас оставляю, продолжайте ходить на четверочки, на четверочки, на четверочки. Почувствуйте вот эту вот удаль молодецкую, когда вы заставляете все свои мышцы вдруг расслабиться, получить шух, подняться. Походите, походите, попухайте вот эти свои легкие, почувствуйте такую удаль, так сказать, молодецкую, позанимайтесь, позанимайтесь своими всеми вот этими мышцами вот несколько дней и потом с поддельника мы начинаем заниматься уже шестерочкой, вот, во время которой некоторые из вас будут уже чувствовать там неудобства, некоторые, конечно, не будут чувствовать неудобства. Я, ну, конечно, вряд ли вы будете сейчас чувствовать неудобства, потому что вы у меня молодцы. Но потом, 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 когда мы уже пойдем на восьмерку, на шестерку и так дальше, и так дальше, и так дальше, вы, конечно, будете у меня чувствовать и вот эту силу волящей и почувствуете жарищу, которая называется, вот, кстати, Агни Татва. Все, ребята, пока я очень, честно говоря, очень-очень рад, потому что чем меньше людей занимается настоящими практиками, тем больше, ребята, у вас возможности первыми стать в чем-то очень-очень успешными. Как только вы станете очень-очень успешными, мы потом как-то свяжемся между собой и, в общем, я там, вас ждет, конечно, большой сюрприз. Все, давайте харем, с вами доктор Петч, пока!